представляю электрическую ракету ланцет небесный дозор будущего ведущий российский производитель беспилотных аппаратов компания зала эра входящая в концерн калашников разрабатывает новое семейство барражирующих боеприпасов ланцет которые могут в корне изменить боевые действия ближайшего будущего барражирующие боеприпасы самый перспективный и эффективный вид высокоточного вооружения беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью который может сам обнаруживать цель и при необходимости уничтожать ее отличие такого боеприпаса традиционного высокоточного выстрела или ракеты состоит в том что он может довольно долго находиться в зоне поражения барражировать выслеживая или поджидая цель сейчас в этой области лидируют россия израиль и сша наиболее известные израильские системы как правило представляющие собой беспилотники построены по классической самолетной схеме у такой схемы есть один принципиальный недостаток беспилотник хорошо маневрирует по одной оси и не очень подвижен по другой что снижает результативность атаки движущейся цели x-образная схема крепления аэродинамических поверхностей характерная для ракет лишена этого недочета именно по такой схеме построены российские боеприпасы которые использует российская армия ланцет 1 и ланцет 3 отличаются продолжительностью полета и массой боевой части аэродинамическая схема двойного x-образного оперения это управляемость и маневренность современные рлс имеет образы целей которые ведут себя например как птицы и исключают их а управляемость двойного x такая что он может имитировать поведение птицы ланцета запускается с той же катапульта что и уже успевший засветиться высокоточные беспилотные снаряды кубы производства все той же зала аэра главный параметр над улучшением которого работают конструкторы незаметность в том числе и акустическая и тут электромотора вне конкуренции к тому же электромотора надежнее легче компактнее и дешевле предыдущее поколение ланцета куб идет к цели по конкретным координатам как и большинство конкурентов кардинальное отличие ланцета ему не нужна никакая спутниковая навигация стандартная схема применения ланцета предусматривает работу в паре с разведчиком оснащенным гораздо более дорогим и точным навигационным и разведывательным оборудованием после обнаружения цели разведчик приведет ударный дрон в рамках своей навигационной системы каждый из бортов является источником анализа пространственного положения чем больше аппаратов в воздухе тем более точное позиционирование но для точного позиционирования можно использовать и наземные средства слежения система слежения на разведчике более дорогая и продвинутая он может находиться в режиме поиска гораздо большее время а продолжительность полета ланцетов ограничена 30 и 40 минутами соответственно выстрел ланцета обходится гораздо дешевле выстрел высокоточным снарядом краснополь не нужно самоходное орудие наводчик экипаж достаточно двух человек на внедорожнике это открытая информация но наверняка ведутся аналогичные секретные разработки во многих армиях мира эпоха скайнет перемещается из разряда фантастики в реальность вы были на канале покоритель бездорожья я алексей до новых встреч